Сегодня, как и завсёды, в неделю мы отчиняем двери нашей Абарова Олега. Вы ведаете, что мы отчиняем их в Ушенке Улявона. Такая ресторация в Минске есть, старая ресторация, добрая ресторация. Николи она была пивная, а теперь она такая больше цивильная. Тут есть разные блюда, грузинские, азербайджанские. И вот сегодня нам приготовили такие подарунки. Я потом скажу, что нам подаровали и что мы будем сегодня с моим гостем каштовать. Я хотел бы вот с чего почать нашу сегодняшнюю передачу. Видите, мы уже полгода в эфире. И не так отбывается, что только сябры мне еще раз телефонуют. Приятели кажут, что это была добрая передача, что это не надо добрая. Мне вельми не хапая ваших думок, не хапая, может, неких листов от вас. Как я взразумел, что добрая я раблю эту передачу, стекаю вам. Может, вы хотите побачить у меня в гостях у бары некого, кого я не ведаю, а ведаете вы. Я готов запросить этого человека. Напишите мне, когда вам не тяжко, как вам подобается передача наша, не подобается наша передача. Что бы вы хотели побачить. Мне не хапая в этой отворотной связи, связи с вами. Нет, так я своим соком сам ворусся, и это как у тяжко. Ну, ось. А теперь я хочу познайомить вас с нашим сегодняшним гостем. Коли вы увидели, что я начинаю передачу с усмешкой, то это только тому, что Регор Бородулин, поэт, человек вельми веселый. И я думаю, что сегодня мы с вами и посмеемся его жартам, и, может, задумаемся над чем. Регор Бородулин. Регор, привет, Таня. Я рад, что ты сегодня у меня в гостях. Я рад, так сказать. Да, давно я хотел тебе запросить, а ли не я в Сароми всем, вот их у нас Мальклассик. Я веду, что ты не любишь, когда твои регалии пригадывают. Да не прямо. Нет, нет. Ну, не прямо. Слушай, Регор, передача выходит у нас в вечере, а ли вздымаем мы из рангу. Коли ты не поспел поснедать, я тебе почувствовал смачным блюдом. Рыбой по жидовску, рыбой фиш. Водатно. Водатно, да? Давай. Водатно. Говорит, что кий на кий завадить, а обед на обед не завадить. Ага. Доброе. Я хочу, чтобы кто-то показали. Я вспомню, так сказать, это есть жидовская приказка. Рыба фиш и гелт афин тиш. Рыба рыбая, а гроши на бошку, когда перекладать. Ага, ладно, я тебе за вас покладу, это как было Пригожа, мы так уже Пригожа, когда к нам поклали все в этом. Так, на вот и маслинка есть, и помидорка есть. Вот так вот я покладу тебе. Неколи, даже маслины любимый, великий друг Короткевич. Володя. Володя любил. Да. Ну, схож, поробишь. И мы некогда вот специально, когда обедали, вечерили поздно, я завсюду нечто заказывал с маслинами. Я мне завсюду говорил, чего ты вот, я не люблю маслин. Ну, ты говоришь, все-таки не понавитый город, я как шляхтиц, я маслины люблю. И он, да? Да. Ага, и он как шляхтиц, а ты не... А я говорю, я не люблю, но я специально, но как бы ему было приемно. Ага. Так, братка мой, давай тебе это вот так вот поставим. О, ну, дякую, дякую. Дякую. О, давай мы с тобой почувствуем. Я так само хочу почувствовать эту чудовую рыбку. Покладу в саден. Я веду, что ты у нас человек, с некоторого часа в Оголе не пьючий. Семь из 64 года я не пью. Я пью-то или на Витлю, но теперь не пью, семь из 64 года. Так что я могу быть занятий в книгу за Гиннеса. За Гиннеса. За Гиннеса. Потому что Гиннеса, говорит, не пьешь, откуда здоровую будь. Как тебе рыбка? Водатна. Водатна, да? Ну, добро. Я тебе горбатки сделаю, я веду, ты ка вот так само не пьешь. А ты уже, гость, тебе твоя горбатка. Вот, про что я хотел с тобой погомонить сегодня. Было б дивно, коли мы... А, чего я буду доходить? Ясну я думка. Альбо, я крайне казали, есть мнение... Да, 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 джековские работники. Да, что по-белорусскому нельзя сказать ничего великого. Я хотел бы с тобой погомонить сегодня про историю белорусской литературы, мастерской литературы. Наверное, не про фольклор, не про то, что, так сказать, не про каски, не про песни, а про, скажем так, профессийную литературу на белорусской мове. Откуда она почалась, кто был в итогах этой литературы и в уголе? Была такая зьява, как белорусская литература, может, и не было в уголе? Каждого народа, а мы народ европейский белорусы, есть, была и будет своя литература, и намая свои глубокие коронии, так само и наша белорусская литература, моя свои глубокие коронии, и на, что с давнины севой, и на, от Скорины, и Шеверней. А не Ранее, не от Евросинии? Ну, и практически от Скорины, от Евросинии, Полоцкой. Наша литература... Ну, справа в том, что, коллеги говорите, что такое фольклор, фольклор, ну, это дословно народная мудрость, фольклора так само писали профессионалы, но только, что это было не зафиксовано, она просто передавалась с поколением к поколению, с вуст на вуст, и шлифовалась, и нечто откидывалась, потому что фольклор практически безыменный, но и он авторский, потому что не матокс есть. Ну, это ты можешь, как человек, який в своем жизни рассказал, и придумал шмат анекдотов, приймал, как и пробовал. Ну, да, да, да. Ну, я люблю это, так сказать. Так что у нас, литература наша, ну, у нас литература, так сказать, самая, ну, на новом взрывне европейскую, коли взять, допустим, наши опошни досягнений, допустим, коли взять и Короткевича, и Василя Быкова, потому что особливый Василя Быков ведает весь свет. в ушачке музей, вот я литературу в ушачах, в ушачке музей, делегация с далекой африканской краины. Ну, и директор музея рассказывает про историю ушачи, пошля говорить про славутых земляков, ну, негры дремлют, когда он, так сказать, сказал, что Василь Быков эти гости оживилися, потому что Быковы, они чули и ведают, так сказать, и этот директор музея, Кирпич Микола, он говорит, сказал, что доляр и в африсы доляр, а Быков за полшульбы в общем связи. Ты ведаешь, что? Ну, это ведомые славутые имены сегодняшнего дня Василь Быков, Рывор Бородун, ну, не знаю, я хотел бы нагадать нашим глядачам вот что. Гадово некольки тому у весь свет по инициативе ЮНЕСКО означал 500 лет поэмы Усовская песня про Зубра. Да. Так? Есть версия, я с Володем Орловым по этой гаманил, есть версия, что нам от слова про поход Игоровы и не написал это Кирилла Туровс. Я чекаю, я не... теперь не будем в моем проходе так это тень не так. Я хотел бы развернуть увагу Глядачу на то, что история белорусской литературы, а все это было писано по-белорусску, сягая на вот не на 500 годов, а на 700 годов в Довнину. И тому казать про тое, что нема такой зьявы, как белорусская литература, нема такого феномена, это просто не письменно. История белорусской литературы мая ну, як минимум 700 годов. Як минимум. Як минимум. Что отбывалось у белорусской литературы далеч? Яки были Семен Полоцкий, якого Межиншим у России называют монахом с Киева Семеном Полоцким. а ли Семен Полоцкий лучше у царских недоростков. И первый привез в Москву театр. Первый театр у Москвы был театр Семена Полоцка. И первые пьесы на Московии ставились, которые писал Семен Полоцк. Драматургия у России началась так с этого. А книга от рукавания. Книга от рукавания. Мы же уже не будем заберегать. это лишь так сказать. Когда сегодня выйти на проспект с Кариной испытать у тех, кто ходит, кто такие будешь. Францис с Кариной, я думаю, что будет полова на полову. Кто откажет, кто нет. Англичане не соромятся, что первую ангельскую книгу надруковал Ян Литвин. Это так сказать факт истории, культуры. Чему стимы про подвиг с Кариной вели не соромимся казать? Тому, что невыгодно. Тому, что выгодно, так сказать, старая теория «Россия родима слонов». Был анекдот в советские часы, что писали про слона, как писали немцы, писали слоны сила, французы писали слоны и его сексуальной махшимости, а россияне писали «Россия родима слонов» и классика марсизма про слонов. Рыгора, скажи калиласка, я так самым пишу верши, я только на русском и пишу верши тебе даю. Я вельми завсёд и вельми дивился, издевлялся. Я ты працуешь со словом. Я ты умеешь слово раскласть и на частки, составить на нового, как кубик Рубика. Откуда это, как ты это робишь? Это что, Богом данное, это было не как напрацовано тобой? Как ты отчуваешь слово, как поэт, как литератор, как белорус? Ну, справа тем, что мова, так само как вера в Бога это мать. Потому что мне всё передала мама. Мама была моим стихийно великим филологом. Она формально была мало адекватная, а она справедная была. Я не веду, так сказать, и доктора филологичных наук мало, так сказать, по поведах. Она была академиком, теким, потому что мама... Я мало что это слово, оно моё, разумеется, потому что можно по словниках вывышать, можно, но когда она не живет тебе, она, так сказать, она мёртвая. Я вот зараз раблю таки невеликий бушацкий словосбор. Я вспоминаю, так сказать, мельник или запись есть в спину, я к маме говорю, и тому подобное. Ну, живая ж, мова, она абсолютно. Вот, допустим, фраза «А она его верить, а он ее пратает». Вся картина, так сказать. Ну, не говоришь про самые песни народные, про приказские примулки, так сказать, они все. Приказские примулки это миниатуры философские, от философской думки, так сказать, потому что народ старался зафиксовать, безыменные авторы собираются зафиксовать думку прогожа, коротко, лаконично, отсюда отсюда все приказские примулки, починающие от лиричных, кончающие фаличными. Потому что самое цикавое, что народные, так сказать, ну, можно так назвать фаличные, те, как у нас там назвали брахливые попелки, они знатливые, у них нема, так сказать, нема пошлости. Допустим, приклады такие, допустим, чего тогда не прошел, як я себе кликала, усю ножку на палочку, ножка в ножку встрекала. Альбо сама собя дивилась, чым я зиму кормилася, поглядела помеж ног, а там стоять стена сток. Ну, это приклады, так сказать. Допустим, проспытного хлопца такого гарача зуха, я говорю, жигун у нас, украинская джигуна, а у нас жигун, который жигает. Он говорит, он у смоляной кобылки выпросить и мерзлые сучцы утишнет. У них в этом некой пошлости, вот, есть, так сказать, вельми, так сказать, не... Ведаешь, я не прочитал, но Афанасьев избирал каски, да. И он написал, что белорусский фольклор вельми эротичный. Да, что он, потому, что, да, он эротичный, он по многих причинах эротичный, особливо, допустим, полночь, вот я, с подполоской, саму, бушачи, этот фольклор практически грел, потому, что холодноватый, 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 так сказать, на дворе, холодноватый климат, это эротичный фольклор грел. И, с другого боку, он очень старожитный, он очень поганский. Ага, с поганских часов. С поганских часов, допустим, у нас больше, чем дед, заховался, так сказать, такий, жанить, терешка, жанить терешку. Ага. Там же, да, там же, вельми, так сказать, это самое, допустим, дед бабе, чугай шеять, а у бабы душа не есть. Дед бабе чугай пошел, он на чистый раз просил. Постой, не утекай бабулька, зраду, уторпну дудочку, сзаду. Ну, в таком плане, ну, че, тут же ничего пошлого не ма, так сказать. Слухай, ну, не ходи на речечку, замочишь на овечечку, не ходи на быструю, замочишь в сукрыстую. Ну, вот, тут такие, не рушь, альбо такие попелки, что не рушь меня, не шепай, я дворная девка, помежлыток, клубок ниток, под попом церк. Ну, в деле, так сказать, я не знаю, из-за эротика, и... а не сдаётся тебе, что, кроме, так сказать, традиции паганской, в этом есть ещё и некая внутренняя свобода, некая внутренняя воля, какая-то... Абсолютно, абсолютно... говорить то, что думаешь, не говорить, так сказать, не пошло. Это же... Это поселял уже напластывание церковных канонов, так сказать, и тому подобное. А ранее, это самое, говорили, ещё называли своими имёнами, кроме, допустим, некоторых таких чёрстких, так сказать, чёрстких похожих... не было. Не было, да. А потому, что... А с... было натурально, говорили на натурально, как сказать. Слухай, скажи мне, коли вас скажу, что, коли, особливо после войны, приехало сюда шмак из России людей, не завсюду самых лепших, и почалась экспансия будовництва этой самой индустрии, почалась экспансия, люди бегли с колгасов, куды за угодно, Альборск-Калгаса, да? Абсолютно. Угород, 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 угород. И они приезжали угород, и они починали соромиться своей мовы, своей вязковой мовы, и от мовы Халопской, бо город был наполнен русскомовными людьми, и они были все начальниками, и хотелось всем походить на начальство, да? И на своей мове не разговаривать, а на мове начальство, да? Не сдается ли табе, что люди, отмоевшиеся от своей мовы, иные, вот ты же туда наказал про свою маму, и они сдрадили, отмовилися от своих бабулях, от мам, от своих коронев. Они полностью отмовлялись, так сказать, они вымышенно отмовлялись, некоторые, так сказать, просто вымышенно, а не которые потрапят в моду тому, что перед войной, потому что были, были, так сказать, целое поколение, такое, целое племя было подъемников, что отрывать, как их назвать, они отрывают подъемные, едят туда, в Сибирь, там он, таких, пропевая, вертается, и он снова вербованы, так сказать, ну а чиновники, которые российские, у нас некие по известках, есть, коля, босс, больше за миллион было российских чиновников отсыпано после войны. Больше за миллион? Да, больше за миллион, я не вкладываю. И в основном начальство? Ну что, начальство, только начальство, не самое лепшее. Таким чином, традиция царской улады, яка она саджалась сюда, присылала своих, своих, своих чиновенств, и она в уголе протянула супербольшевиках, ничего не изменилось. Та есть имперская традиция, имперская политика. Большевики ничего нового не выдумали. Большевики на углу, так сказать, завсёды, они любые идеи хапали, выдавали за свои и тому подобное. Один, что у большевиков была крыковосадность, так сказать, троху, так сказать, бицемб, угольня, так сказать, что там шильды были двухмолные, так сказать, ну и тому подобное. А после школы все белорусские были зачинены, и школы были тут только у сельской месцовости. И практически, так сказать, а выступать в большейшую установку, треба бы ведать уже белорусскую мову. И практически, вот это самое, кто учился в белорусских школах на селе, они редкие, кто отреплял, так сказать, отреплял большейшую эдукацию, так сказать, интеллектуальную, что называется. Один, что-то назвалялось, надо бы всем укладчикам белорусской мовы. Я межимшем прогортал подручник моей дочке по-белорусски, белорусский штальник, да, прогортал и шукал, где же там Регор Бородуллин, не знаю, это при том, что у тебя столько чудовных детячих верхов. У них своя программа, свой час было неколю, что один, кому пошанцевало наших классиков, старых, как это его, Магданович, называть, конечно, старым классиком молодого, складано, справа тем, что классиков Максим Богданович заучит в программах советских, за советским часом траплял чистой красой поэзии, потому что у него не было советских вершов, а с купалами, что робили, купал, включали у хрестоматы, у подручники, те верши, которые он писал с пистолетом, поставленным до скрони, и лепше, аж купаловская, так сказать, не давалася, ну, там, самому, если я пошанцевало, допустим, с новой землей и колоса. А ты кранов новую землю, я перечитаю теперь новую землю, это настолько сучастный твор, ведаешь, потому что он вешеный, да, и я думаю, вот так, вот, вот, боже, это сенья, коли землю, такая беда, коли люди не берут землю, коли людей отлучили землю, колени, не, не, любят землю, колени, берутся, до той земли, я, это черта, да, сучастно, якина докладно сегодня, до месяца, до часу, ведешь, и не сдается, что, ну, это, это, выдачнейшая речь, это, так сказать, тестамин белорусский можно написать, тестамин белорусской души, это поэма, она выдательнейшая поэма. В следующий раз нужно перечитывать то, что, от чего отбили охоту в школе, да, да, уже усталым взрослым взрослым, взять, просто читать и поглядеть, что со мной сделали, коли я в школе в девятом классе не заразумев, ну, заразумев, конечно, в старом анекдоте, что в Средней Азии я там вышел из ресторана, это самое, а там ишак, стоять, он ее тягает за уши, говорить, бедный зайчик, что с тобой зарабили проклятые мячуринцы? Вот так, и в белорусской литературе это самое, это мячуринцы зарабили в программах, как с этим бедным зайчиком, зарабили ишаком. Рыгор, скажи калеваскам, ты в нашей размове пригодал маму свою, до якого рода ты можешь, до якого колена можешь рот свой просочить? Откуда на ушачине повелися бородулины? Справа тем, что я, видать, могу только просочить до прабабки, бородулины это по батьку, дед Грышка, старовер, простал до бабы, какая была Минскевич, просьба, что там вся вёска была как, больше вёски была Минскевича, это по батьковой линии, по маминой линии это Гайко, Гайко Галвинш, после, дед, мамин, батька был латыш, Галвинш, механик, в ланах, ведал пять мол, был широкой натуры человек, и он негде у полоска нажили, и он умудрился за некий месяц пропить гроши на каменный дом. И он проходил и клався на бок там, где ключи, и уже когда одной бабуля полядела, там в пусту, в шафе, где были гроши на каменный дом, и тогда он вымышен поехать, был вот так по бабленной линии, нападали подушечки, там была такая пани Катерина, я был механик в ланах, но он умел все делать от иголки, да, в самых складанах, пять мол, спокойно ведал, любил немецкую мол, полоску, переписывался с немцами, пошелась война, но его как немецкая шпиона посадили. Первая или другая война? Первая, первая, ну и после тут уже вместе и дед, замес лютовской революции и дед и шел как разумный как революционер, но после уже пынулся в ушачах. Ну а по батьков я же говорил, что это сарабратцы. У нас на ушач немного сарабратцы, вот это от раскола, что бегали. Самое тековое, что Бородуллин по чурску это сын письма, сын документа. Бород, Бород, Пампера, документ, письмо, а Улин, Оглы, это самое... это ты уже придумал сам? Нет, нет. больше просто уйти от бороды. Ну, от бороды, но нет, кали так, кали от бороды, то да, а кали вот по чурскому, так сказать, ну, это в свой час самое любимое мной КГБ, так сказать, располагаю, что я еврей, что моя мама нашла, як еврейское деця в блокаду. далеко занесли эту самую эту легенду, так сказать, ну, почему все хотелось так? Ну, хай будет, но я говорю, что, ну, а лишь четки нас дурным не лишить. Нет, я? Я говорю, дурным не лишить, раз, я могу весело рассказать с Бородуллиным, знаешь, святкование Алишера Новои в Узбекистане, знаешь, у нас три человеки делегация, объявляюсь, керавник делегации Пашкевич, наместник керавника делегации Вертинский, он был наместником, портором был, и белорусская делегация. Делегация я был один, конечно. Ну, мне дали вот такие, ну, такие, нагруднички такие, вот, шильдочки такие, там Бородуллин про два Л, мне, ну, как своего. Девча, я говорю, что Бородуллин про два Оглы, Оллин. Ну, это самое, я так пробил в делегации, там довгая, веселая была история. После, когда мы отъезжаем, мы жили японские разумные номеры, там им сувениры, это самое, блокнотики, там яйки ручки, мне набор чайный, пиял, звоявый, алишерный, алишерный, и блюдо, цивилизарная, потому что я Бородуллин. Ага, свой? Да, свой, это говорит, давай делите, хорошо, делите, она всю делегацию, я вроде, вот, написано, что-то, Бородуллину, да, так что, одна литра я отримал шиковнейший сервис. Рыгор, почитай верши. А какие там? А какие хочешь, какие заугодно тебе? Ну, я, так сказать, может, какие-нибудь дурноты почитаю. А ничего, читай, что хочешь. Харизматик. Один усим вставляет клизму, и это лечит за харизму. Кот проводил референдум, хлопотился про мышей, мыши верили легендам и пищелил еще тишей. Мы все в коттеджах, в циудюравах хатах, живем в белорусских, в Эмиратах. Мы на караты лихо вымираем, а с бывшей раты тихо помираем. Не верить ни в какие леки стукач хотят досильно выя, бо знают органы безопасности мощнейшие заплавы. Реклама. Зробить памперсы интим, им заиздростиць, унитазы, треба памперсы и тем, кто подписывает указ. Немас умневу, и он давно готов, указ черговый, як за учоды, смелый, што треба перефарбовать, бо слов, бо кожный бусил, бел, червона, белый. Дяруцца вверх по вертикали, а пеньки и дрожать, что миг, каптольки пеньни спилывали, не будь опня, не будь их. Ну, в таком плане, дурно, таки. Олег, тебе, такой, такие сюрпризик, маленечки. Я тебе подпишу книжку, и такую, которой тебе, конечно, нема. Я тебе, зараз, я пока, вот. А у меня машина у всех твоих книг есть. А вот я такой нема. Я свежий вид, так? Апсалют в возрасте я расскажу. Эти много не подписывали, не будем. Сейчас с марнованием. Да. Эта книжечка, это листы в Хельсинки до Василя Быкова. А я, да, вот это вот тут мы с Василем, а вот тут самое, что цикавое, что-то малюнки Василя Быкова. Ну, я не веду, что Василь Быкова учился в Витебском, Мостасским техникуме, был скульптором. Да. Да, учился на скульптора. Это мне рассказал, видишь, кто? Артур Больский. Да. Разом учился там. Вот так что, а ну, делать такую книжку. Можно якобы вирш почитать? Калас, пожалуйста. Я только вот это самое, там эпиграфом, там такие это самое, в Василе написано, нет, я помню, вот уже. Будут часом идолы раструшены, свет разумный стомятся от криков, Васильком ужите белорусчины, назову, еще да застанется быков. Ну вот. Добрый, я тебе так само почитаю вирш. Давай, Калас. Алиен, Алиен, не вели, не веселый, не такие, как у тебя, ладно. Али, так само про вирши. Я хочу умереть не в постели, не на душных льняных простынях, не хочу, чтоб мои догорели дни, как свечи в забытых церквях, не хочу, чтоб живого отпели, чтобы в полночь томление и страх скорбным духом моим овладели, чтобы слезы вскипали в глазах. Я хочу, чтобы хрустнувший камень мне орту восторгом взорвал, чтобы эхо последнего Амин долго билось и гасло, мир скал. Я хочу, уходя на глубины средь камней и текущих лиан, приласкав их прохладные спины, полной грудью вдохнуть океан. Вновь стою я у Божьей купели и молю отпустить мне грехи. И я хочу умереть не в постели, а на сцене, читая стихи. Вот одна. Вот одна. Только я вспомнил в этом «Не спешай». Это неколи самая... Я вспомнил, знаешь, будут такие песни Расула Гамзата «Журавли». Знаете, там слухают, певают эту песню и Броука говорит этому самому «Расулу». «Расул, не спешайся до Журавову». Так что, Олег, я тебе так само хочу сказать. Не спешайся. Альбо есть народная, что она... Один говорит, что я помру, а другие говорят, ты знаешь, что крышка не зачинится. Ты упрёшься в крышку. Здорово есть. Да, так что, как ты, что упирал ты долго пришел к крышку. И у меня есть такое ушатское пожелание, как тебе дал Богу здоровье у ручки, у рожки помежно трошки. Дякую. Дякую за это пожелание. Рыгору, гость, что я хотел бы тебе еще спитать. Мы с тобой не так про беларусь плитров почали, дошли до часов, дошли до часов давних, а сегодняшний стан не так застался поза нашей размовой. Скажи мне, когда ласка, вот сейчас, откуда я пошел. Когда я учился на факультете журналистки в Белорусском университете, был у меня один однокурсник, не буду называть позвища, и он был у нас самый дурноватый хлопец. И я памятую, что мне было вельми сорвано сранку, когда я читал то, что он написал в вечере. Вот в вечере никто напишет, сранку прочитает, так сорвано тебе. А этому человеку николи не было сорвано за то, что он писал. Я разумею, почему, бо, видать, для его вогули поставить в некем парадку некольки слов было уже неким досягнением, так? Вот и когда он ух ты, гляди, что я нарабил, написал. Он стал Амаль классиком белорусской литературы про рабочий класс. Ясно. Вот. Мне сдается, что можно, вот то, что белорусскую литературу, в свою часть приходили такие люди, и оно в первый раз и отбивало охвату от белорусской литературы, от белорусской мовы, от белорусского поляда на життё, бо это не было школой життя, это не было прародством, а литература, особливая версия, это завсёды прародства, и ставлення до белорусской литературы у народа, вогули, было сапсавану вот с гэтыми, гэтыми, такими, вот, классиками. Правильно, правильно. Справа с тем, что я завсёды вспоминаю, завсёды люблю, он завсёды со мной, мой великий сябра Владимир Краткевич. Этот, этот, до речи, человек, который николе не пошився, а ли человек, который ведал, что он славу-то, роду, панска, так сказать. И даже, до речи, такая секавая деталь, что, когда он пытался оболоть, где-то народился, когда он взялся верхнее, понемоннее, нижнее, понемоннее, когда он взялся до пустанья, калиновска, но всё-таки, где ты народился? Ну, вы думали, что, ну, вон, что это в паспорте. Я ему хотелось народиться, когда он учёл, в центре всей Беларуси. И, до речи, на кольки годно всё было высокое, мы неколе ехали в королише, в Дом Творчестве, так сказать, вот, две авоськи, шесть вертушек, так сказать, добро выпившие. И он мне одно и что говорит, а ты ведаешь, что засновальник дома Романовых Иванка Была был конихом у моего деда? Я говорю, Володя, в 13-м годе 300 год в дома Романовых началось. Он говорит, ну, не у деда, а у прадеда, и на утре и второе не ведаешь. Я шаму-то рассказываю, что у него было чувание, так сказать, что он славу того роду, что он повинен писать, так сказать, высоко. И он писал высоко. да речи, зараз, вот, до речи, еще ли это 70 год как раз Короткевичу, это год Короткевича. И, до речи, молодь, як тягнется для Короткевича. Потому что это не прорабочий класс. Это не про, это, кали, допустим, в 20-е годы, допустим, был такий, бле, пролетарская поэта Андрей Александрович, и у него были такие, допустим, поэмы пошинелся, эх, ядрит твою качалку, дуй на усю, давай закалку. Ну, так сказать, Короткевича, и я не клювил, была такая, минушка, фома, ну, это там, долгое, история рассказывает, допустим, я недавно глядил блокноты, по мне записано, что, афома, и у вуз ледьме, быть такими у симбы, на земле и на дерьме, а у бессмерти с нимбом. Ну, Володя был роман, это был роман, да, это, и между тем, вот, ведаешь, глубоко одукованные, глубоко интеллигентные, интеллектуалы высококлассные. И до речи, вот, самое интересное, что он был интеллектуал настолько, что им было просто говорить, он не ломал, что у нас есть вымученные, вымученные интеллектуалы, так званые, так сказать, всякие нарциссы, которые только, так сказать, як у тим анекдоте, что это самое, моя жонка еще бедельцем бере, руками. Помните? Да. Я заучас на помер, Володя, бо я, вот, пригадываю, что заработает, наприклад, Сенкевич, для Польши, не для литературы, для Польши, для польского духа, для поляков, да, оградил польскую, по чутьу чести, да, да, одним романом, одним романом, Володя, Володя, ну, допустим, есть легенды, Короткевич пил, так я говорю, як можно пить, написать, коль он, у Короткевича, коль выдать, полный сбор, твару, у Короткевича, коль 25 и тому, написано, як можно писать пьяному, он поплевал, и он прослабится, что называется, но не пилком жить, а, так сказать, жилком пьет, а жилком пьет. А у них негров, а у вас негров негров линчуют, так сказать, и вот Короткевича, это, так сказать, самое цикавое, что в белорусской литературе, уже, мы снова побачим трошку про белорусскую литературу, что белорусская литература, в белорусской истории, Бог дае на певные периоды, певные особы. Так, так прошел Калиновский, так прошел Купала, так прошел Короткевич, тогда же, в той же час, коль уже полностью сбал, все занивелировано, и он починал, помните, первый на Талибашине рабить спадщину, передача, помнишь, и вот на наш час, так сказать, ну, не будем говорить про наш час, потому что все и так ведомо, значит, Бог дал Быкова. А будет другой час, некий, что-то, хоть про политику я говорить не хочу, нет, это я неколи перерапразовывал Маяковского, политика таешь, с добыча жука, за им полез, удерми рука. Альба поляки говорят, я не хочу, можно, мы не дословно, грамматично, еден шима, други тыка, от вас значит политика. Так что, и как раз вот, Короткевич отновил, ну, зараз, вот, Бельмин, такой добрый, справа, занимается пропагандистской, это Владимир Орлов. Ты видишь, ты заразканул Володя Орлова, у передачи с Володим Орловым я сказал, какую фразу, я сказал, что я берусь за то, как раб ожитивить выдание на Беларуси белорусском умолной Гиблии и показал людям, что я буду доводить до них все, что отбывается по этой справе. Прошел уже амаль месяц, более за месяц, я хочу сегодня знакомые с тобой сказать, что за это сейчас зарублено. Я прошелся по всех христианских конфессиях, я разговлял с Владиком Филаретом, я разговлял с Кириллом Его Вселенством, я разговлял с представниками баптистской церквы, адвентистской церквы. Все поднимали эту идею и у них так само? У них так само, Больше того, толерантная вера. Владыка Филарет сказал так, он сказал, что в той кинжей меры Божия книга, Библия, Пирокладина на две с половой тысячи мов, говорок и так далее. и он сказал, что кожная Божия по-русски называется тварь, да? не знаю, я по-русски не знаю. Тварина, твариня. Майя права на то, как Божия слово доходило до ее на той назразумелой для ее мове. Я хочу вернуть вашу увагу, сябры мая на то, что с этих двух тысяч мов и говорок один на ее стольки на хуйня ма Божия слова амальня ма это белорусская. Видать у ближайшие часы будет я за помогой 8 канала я отчиню рахунок в одном из банков Минска как можно бы мы могли взбирать гроши на выдание белорусском мовной библии. Так что за это месяц я то и все и зарабил. Я думаю, что может в ближайшие часы я на 8 канале почну новую передачу какая будет целком просвечена этой справе и мы будем устракаться и больше подобязаны и частей я буду докладать вам рассказывать расповедать вам про то что в этой справе родится с чем хуже вы связаны да конечно я могу на увазе потому что допустим библия полная выразенная у Америки в 1974 году но мова трошечку ина архаизма ина как для филолога золотая мова как для повседенности ина трошечка грубаская у щобухи вельми так сказать легкая перекладина то и простой то и простой начинающий нашу с тобой говорку я не увазиско мы выйдем за его дятым бо калия казахского есть есть мнение да 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 что на беларусской мове я не виду ничего больше высокого чем божие слово и калий божие слово мы можем гучать по беларуску по беларуску могут гучать и синхрофазотроны и биномы и так далее и так далее и так далее беларусская мова просто совано для высокого слова для божьего слова и это мы мусин абсолют доказать в здании белорусском он и библии этой колюже своей дозволой может я не ведусь тут можно с ним можно я почитал очень наш по белорусскому яку як я в его отрасли мол вот так и вас сидеть немало не на кисть еще на что у небесах ай светится имя твои узорах и в лесах ай приди царство твоя экспо толях ай твоя учила ударная сбудется воляк на небе гады к на земле хлеб наш найденный пошли жить и дар сегодня нам и даруя нам наши долги як и даруем и дружнякам от городе от нас покушливые луги в смутный часы в темные дни на сотня чистка слоненья зрушится царство твое и рушить рухава а твоего свердого порога силы и слава твоя милоты и лагоды айца и сына и духа святого теперь и за ущоды и на вершни на вершни на мин ну вот егор ты не видишь я как я тебе удячны за то и что ты прочитал эту молитву по-белорусски я перш раз перш раз я чую як як молитву учить по-белорусскому дякуй 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 шо ты пришел дякуй табе дякуй хай те бог даю сяго я тебе так само я хочу разветаться с вами нагадать вам что сегодня у нас был ригор бородуллин и они любят клеева называют народным поэтом белоруссии и про буйон поэт народа белоруссии для побочения все доброе все и и и и и и и и и